Ну поздравляю вас с праздником, с Рождеством, кого не поздравлял. Также размышлял тут последнее время, прошлую неделю, слушал какие-то проповеди, слушал проповедников немножко, год заканчивается, есть такая традиция у проповедников видение давать, знаете, на следующий год, говорить как-то о видении, да, вот что-то туда. И я когда слушал, думаю, у меня что-то нет никакого видения. Но потом пришло, ну и я начал об этом думать, ну, наверное, что-то должно быть, ну, если должно быть, то придет, думаю, и пришло, знаете. Вот, так что это, буду традиционен тоже, как все, буду немножко давать видение на следующий год, потому что знаю и верю, что занимаю позицию. И вот, знаете, даже, помните, фарисей Каиафа, там, однажды, да, произнес такие слова, что, ну, лучше, если один человек умрет за весь народ, чем весь народ погибнет. И там написано так, сие сказал он, потому что он был первосвященником в этот год. И это пророчески было. Он сам не понимал, да, они распяли Христа, да, но тем не менее он пророчествовал. Вот, так что прошу вас обратить на это внимание, именно потому что, да, даже, там, не так важно, да, иногда ты прав, не прав, но Бог иногда использует позицию твою, да, для того, чтобы проговорить, проговорить к церкви. Это очень важно. Вот, мы с Наташей тоже об этом говорим, как важно, да, сейчас в этот век, когда есть очень много проповедников, проповедей, полон интернет, ты можешь этим питаться, в принципе, да, выбрать себе интересных, выбрать себе постоянных. У меня тоже есть такие, за кем я наблюдаю, кого я контролирую, я это так называю. Вот, но тем не менее нужно обращать внимание, что Бог говорит нам в церкви, через церковь. И больше всего и лучше всего это услышат те, которые постоянно здесь, да, потому что если ты что-то услышишь, потом что-то пропустишь, потом что-то услышишь, может произойти какая-то путаница, но когда ты слушаешь, слушаешь, даже если это не всегда может быть интересно, захватывающе, но в целом появляется какая-то картина. Аминь. Вот мне очень нравится, что когда я спрашиваю, там, какой вот наш стих, мой стих, который я пытаюсь передать, да, который вот отражает наше служение и наше откровение, и есть уже люди, которые вот уже произносят его, что ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынову Божьего. Вот, недавно я, вот вчера я там слушал одного пастора, который, он говорит, мне все, вот, меня постоянно тыркают, говорит, что я учу про деньги, говорит. Говорю про деньги. И мы действительно, мы с ребятами его периодически слушаем, я говорю, он все время, и ребята говорят, он всегда про деньги говорит. И вот он, но он тоже это объяснял, про это тоже нужно говорить, и действительно, вот, кому что, да, каждому свое, он говорит, ну, я вот такой, я вот, ну, это, я просто понимаю, насколько это важно, да, и он, ну, он это нормально объяснил. Мне, в принципе, понравилось. Я рад, что я не говорю про деньги, а говорю про откровение Сынов Божьих, вот. Но все мы являемся нужными и необходимыми в теле. Вот, и сегодняшняя проповедь, она будет называться, как бы, таких два названия. Мышление благодати или являя Христа. Вот, являть Христа, явить Христа, да, не увидеть, а именно явить, да, потому что Дух Святой, входя в нас, Он начинает являть Христа через нас. Аминь или нет? И в этом взрослое христианство заключается. Являем ли мы Христа? Да, я не Христос, но Бог через меня являет Христа, другим людям. И вот, через что Он являет Христа для меня? И как раз вот эти вот два момента связаны, что Он являет Христа именно через мышление благодати. Я сам выдумал этот термин, мышление благодати, но я объясню, что это значит. Да, не то, чтобы я хочу какой-то новый термин ввести, но я просто хочу соединить два момента, потому что мы иногда благодать, ну, как бы, вот, привыкли, как бы, вот, кто-то, может быть, учебник почитал, кто-то комментарии почитал какие-то, что такое благодать, да. И вот иногда у нас благодать связана только вот с прощением грехов твоих, да, что вот явилась благодать, и мы по благодати спасены. Это все да и аминь. Но Иисус, Он явил благодать своей жизнью, понимаете? И вот, если вы откроете Евангелие от Иоанна, вы увидите, что это два очень важных момента, про которые говорит апостол. Это первая глава Евангелия от Иоанна, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедрю очем, Он явил. То есть Иисус Христос являет нам Бога. Он есть образ Бога невидимого, да. Вот чем Иисус являет нам Бога? Чудесами. Чудеса – это подтверждение. И знамение – это подтверждение, чтобы люди обратили на Него внимание. Но Он являет нам мышление Бога, характер Бога, личность Бога. Понимаете, вот Он на 100% раскрывает, вот, то есть, вот, какой Он Бог. Как Бог думает, как Бог смотрит, как Бог реагирует. Вот таким образом Иисус являет нам Бога, истину и благодать, да. Закон дан через Моисея. Закон – это что-то плохое? Нет, написано – закон свят, и заповедь свята. Он очень хорош, закон. Да, что нам закон, что закон делает? Да, Он говорит, ну, живи, вот так-то, вот так-то, вот так-то, исполняй вот это, вот это, не делай того-то, того-то, и это будет угодно Богу. И ты будешь благословен своей жизнью. Вот, что значит, закон был дан через Моисея. То есть, и мы, понимаете, и суть, как бы, Библии заключается в том, что Иисус не мог прийти, пока не будет явлен закон. Понимаете? Потому что, вот, потому что, если бы пришел Иисус, то Он должен был явить сначала, ну, закон. Сначала открыть, вот, ну, то, что должно прийти перед благодатью истины. Но Иисус приходит именно, вот, ну, на фоне уже явленного закона. То есть, Он уже входит в эту атмосферу, где люди уже понимают, как правильно и как неправильно. Понимаете? Они уже знают, они уже, они уже живут. И Он вот именно в это являет Себя, открывается, да, и показывает свое отношение ко всему этому. Понимаете? И мы, как Церковь, должны явить миру Христа через мышление благодати. Вот, ну, как бы, через, на фоне того, что все уже знают, как нужно. Понимаете? Вот здесь вот кроется недостающий вот этот ингредиент. Нет, люди знают, как нужно. Люди, те, которые грешат, грешники, они знают, как нужно. Им не нужно еще раз сказать, как нужно. Что им нужно? Им нужно как-то помочь, справиться с этим. Правильно или нет? Им тоже нужно принятие. И вот, понимаете, вот Иисус и приходит вот именно с таким характером. Да, что про Него говорили? Друг мытарей, блудниц и грешников. Вот это ничего себе. Вот это Христос пришел. Правильно или нет? И мы иногда, ну, не смотрим на это. Мы иногда так увлечены какой-то собственной праведностью, да, праведностью от закона, про которую говорил Павел, да, то, говорит, от чего я отказался. Он говорит, я вот раньше так вот думал, все шел, делал, все правильно достигал. И вот, когда мне Христос открылся, я понял, и я начал это все за счету почитать. Для того, чтобы во мне открылась праведность через веру в Иисуса Христа. Чтобы мне понять сердце Бога, понимаете? Мы, вот, мы как церковь должны понять сердце Бога и явить это сердце другим людям на практике. А это не очень просто на самом деле. Если вы об этом задумаетесь вообще, что такое, ну, понимаете, вот, когда просто размышлять о благодати и говорить о благодати, вот, говорить это красивое слово, благодать. А когда до дела доходит, когда Иисус, Он говорит, что будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец, потому что Он добр и благ кому? К неблагодарным и злым. Оп. То есть, что мне нужно делать? То есть, я должен быть таким, как Бог, я должен думать, как Бог. Я должен не играть в доброго и благого, не в виду показывать, что я к ним добр и благ. Я так натянул эту улыбку, но чувствуется мое сердце. И я при каждом каком-то удобном случае все равно выскажу свой суд в сторону этого человека, что ему нужно что-то исправить. А вы представьте, Иисус, Он друг грешников и мытарей. Он сидит с ними и ест, и смеется. Он раскрепощен. И они это чувствуют, Он друг. Друзья, понимаете, чтобы сказать так, друг, это не бывает натянуто. Это действительно друг. Это не тот, кто друг ради чего-то. А это друг, потому что они ему интересны. И Он не играет в это. И они это чувствуют. И они приходят и слушают. Ради чего Он это делает? Для того, чтобы спасти их. Он понимает, что им нужно слово от Него. Что то слово, которое есть у Него, и мы должны понять, что то слово, которое есть у нас, как у Церкви, оно необходимо людям. Теперь, каким людям оно необходимо? Ну, кому пришел Иисус? Мы иногда путаем это и думаем, ну, я люблю грешников этого мира, я люблю язычников, нормально, меня вообще не торкают. Они пьют, курят, мне не важно. Меня это не трогает. Я добр к ним. Я нормально это принимаю. Но Иисус был добр грешником, не которые были язычники. Понимаете, что это разница? Он был добр, Он был другом-грешником, которые жили в народе Божьем и знали, как должно им жить. Которые были иудеи, которые имели закон. И Иисус был с ними открыт, ну, приятен им, принят, и вмещал Он их. Понимаете, Он был с ними. Он как бы вот дал им это общение необходимое. И вот нам нужно задуматься. Вот именно, вот, ну, как бы, для меня это и есть видение на следующий год. Для церкви. Какой церковью мы хотим быть? А что если про нас другие церкви начнут говорить, слушай, да у них там вообще они грешников понабрали, всем причастие дают, и... А я хочу, чтобы про нас так говорили. Я вот понимаю, потому что это очень близко к тому, что делал Иисус Христос. А они подобрали всех тех вот этих, которые они там были, там были, и вот там они упали, и там они так говорили. А это не так легко, так их подобрать. Это не так легко найти подход к таким людям, потому что эти люди, они, ну, раненые уже, они уже вот... Попробуй найди подход к этим людям. Попробуй как-то вот, ну, с ними задружись, понимая, что он грешник может быть, или он критикует, или еще что-то. Да? Вот как? Поэтому церковь, она должна вот явить Христа таким образом. Она должна вот, его церковь, она должна именно вот стать вот этим чем-то вот другим, понимаете, как сам стал Иисус. Он когда пришел, как, ну, Христос, да, все ожидали Христа вот на коне сильного, сейчас все сделает за нас, все победит, все нам расскажет. А что вот он придет вот так вот, да, он пришел с силой, с чудесами, знамениями, но неприметный, и не было в нем ни вида, ни величия, не было в нем ничего, что привлекало бы нас к нему. Мы можем стать такой церковью? Мы хотим стать такой церковью? Готовы ли мы размышлять просто над тем, что мы хотим стать такой церковью? Что вот каждый из нас, он будет расширять свое сердце для чего-то большего, для того, чтобы вот как-то вместить человека. Знаете, когда мы говорим о том, что Иисус, вот эту женщину, которую хотели побить камнями, он ее спас, он дал это слово мудрости. Знаете, когда мы смотрим на Христа, мы как бы восхищаемся, мы проповедуем, мы рассказываем про этом случае. А что будет, когда на твоих глазах будет что-то подобное происходить? Что будет, когда мнение всех, оно будет против человека? И дела, которые сделал этот человек, они действительно будут просто ужасными делами. Ведь там так и было. Ее поймали. И мнение было всех, все очевидно, все. Сможешь ты найти в себе вот это мышление благодати, для того, чтобы заступиться за этого человека? Потому что сказать, а я не дам. Или молиться за этого человека. Я не знаю, как это, понимаете? Я вот, ну вот понимаю, знаете, вот, 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 я больше всего восхищаюсь над этим примером Павел, когда он в тюрьме сидит, в темнице, с силой, заковали, страж сказал, бросить в дальнюю комнату, в самую, ноги в колодку забили, в самую дальнюю комнату бросили. Они начали славить Бога, молиться, и вдруг великое землетрясение, так что двери темницы распахнулись. И казалось бы, вот оно, я уже, ну, раньше я об этом много проповедовал, но тоже говорил. Казалось бы, вот оно христианство. Произошло чудо, двери распахнулись, и можно впасть в эфорию такую у нас, чудеса у нас, знамения. И прибегает этот темничный страж, видит, что двери распахнулись, достает быстро меч, и хочет уже себя, вот, представляете, сколько нужно времени? Выхватил меч, и все, для того, чтобы убить себя. И только Павел закричал, стой! Понимаете? Просто крикнул, стой, просто успел. Там была еще сила, он тоже был христианин. Но сила не крикнул. Все остальные узники, они просто наблюдали. Вот душегуб сейчас. Порадуемся сейчас, да, за это. И иногда вот, ну, мы, мы наблюдаем, мы видим, может быть, человек согрешил, или грешит, или у него что-то вот, ну, не происходит, и мы уже знаем все. И что-то с ним произошло, и мы, ну, мы же знали, мы же знали. А кто будет этим человеком, кто, вот, остановит? Кто начнет, ну, вот, за это по-настоящему переживать? Причем, знаете, как нужно переживать? Больше, чем этот человек сам переживает. Мы привыкли говорить такую фразу, такой клише, ну, это ему надо переживать, это у него проблемы, и... Но ведь Иисус нам другое явил, правильно или нет? Он знал, что у нас проблемы, но он пошел на пресс за наши проблемы. Вместо нас. Ему плевали, ему говорили, спаси себя. Там у пророка хорошо сказано, что мы думали, что Бог ему, да, уничижен, да, Богом, Бог его бьет. Но Бог возложил на него грехи всех нас. Понимаете? И вот это вот, ну, мы должны это понять, что Бог хочет от нас того же, чтобы мы поняли, и чем он спасал, как он спасал. Вы помните апостол Павел, который говорит, я для всех сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Аминь? Я для всех сделался всем, чтобы спасти как можно больше. Нет. Хотя бы некоторых спасти. я делаю все для того, чтобы хотя бы некоторых спасти. А что он там делает? Он говорит, для этого я стал, для того, кто под законом, я стал как под законом. Для того, кто без закона, я стал как без закона. Не буду чуть-чуть закон, он оговаривается. Но он действительно стал как без закона. С виду, как будто он без закона. Для слабых он сделался как слабый. И он говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы, хотя бы кого-то. Понимаете? И вот он не претендует на что-то большое, он делает все, все, все для того, чтобы спасти кого-то. Для того, чтобы хоть как-то, хоть кому-то, но помочь. Потому что, ну, потому что мы должны понимать, что грех это очень серьезная проблема. Понимаете? И она от людей отстает по-разному. Есть люди, которые какие-то привычки свои быстро бросают. А есть люди, которые годами их мусолят. И что? Вот в этом и заключается мышление благодати, чтобы мы не смотрели на всех одинаково. Чтобы мы не резали всех под одну гребенку, по тому, что человек делает или не делает. Понимаете? Нет? Вот это нам, этому нужно научиться, этому очень трудно научиться. Потому что, ну, действительно трудно. Вот Иисус нам это в притчах являет мышление Божье. Когда одна, вот, работают виноградники люди. Один целый день работает, другой полдня. А потом приходит, который переодеться не успел. Но ему дают все то же самое, что и первому. И причем еще вперед. Я иногда думаю, почему ему вперед? Да чтобы не ушел случайно. Потому что он пока будет ждать, что этим будут давать. Он скажет, да ладно, я только пришел. Но Бог, он, понимаете, вот Бог, он такой, он хочет быстрее. Потому что он знает, что тот, который работал, ну, все нормально, он дождется. А вот этот, чтобы не ушел, он хочет показать. И мы иногда думаем, что, может быть, Бог хочет меня спровоцировать. Потому что, да не хочет Бог провоцировать. Бог просто добрый. Он по-настоящему добрый к неблагодарным и к злым. И он понимает, что даже неблагодарные и злые, они такие, потому что вот они мучаются тоже. Что-то у них не так в их жизни. И мы должны вот, ну, научиться через Христа, через вот это его явление, понимаете, вот этому другому мышлению совершенно. Не мышлению всех вот под один ряд. Нам напишите, пропишите, и мы будем делать. И мы видим, что не получилось людям стать добрыми просто по этому мышлению. Не получилось. Поэтому Вот это то, что должно произойти, на самом деле, с каждым христианином, для того, чтобы он вырос в этом. Знаете, мы, ну, мы сначала рождаемся маленькими, как и Христос. Но мы должны возрасти в его образ. Я еще один очень такой, мне Бог дал новогодний подарок. Прочитал я Рождество Иисуса Христа, и мне понравился Иосиф. И то, что Библия про него говорит. Иосиф – это, ну, вот, отец, да? Отчим, да, как сегодня сказали. Или сегодня не говорили где-то, я услышал, на днях послушал. Это первая глава Евангелия от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери, с 18 стиха. Матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот такая мелочь. Кажется, так, ну, нормально поступил. А вы бы так поступили? В чем заключается праведность? Пусть ваша праведность будет больше праведности фарисеев и законников. Ибо если праведность ваша не превзойдет праведность законников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божье. В чем это вот это большее превосходство праведности? Они говорят, что вы милости и любовь забыли. Вы забыли вот это, ну, для чего это все? Вы доброе отношение к людям забыли. Вы сами исполняете многие вещи, молодцы, хорошо делаете. Но только из-за того, что вы не можете понять, что некоторые люди не могут сразу, как вы, стать. Может быть, в вашем характере, в ваших генах, там, я не знаю, где-то заложены какие-то другие качества. Да, вот вам легче делать определенные вещи. Знаете, я знаю, что есть люди, которые легко бросают курить, а есть, которые очень трудно бросают курить. И как вот их под один закон, чтобы вот нет, надо бросить курить, потому что надо бросить курить. И, понимаете, мы иногда можем выдавливать человека из церкви. Человеку нужно быть в церкви и слушать Слово Божие. И какая разница, курит он или не курит. Что в этом? Мы что, приткнулись? Что его Бог за это в ад хочет отправить? Он не справляется с этим, тяжело ему, зависимость это. Можешь ли ты вместить этого человека? Можешь ли ты быть с ним другом по-настоящему, как Иисус? Не улыбаться ему натянутой улыбкой? Не напоминать ему все время, что от него пахнет куревым? Не ковырять его? Может быть, где-то и надо иногда подковырнуть, Но это должно быть настолько с любовью, настолько действительно с уверенностью с тем, что ты не мешаешь, но ты помогаешь. Что ты переживаешь за это больше, чем он сам переживает. И уже это из переживания своего вырывается наружу. А мы иногда хотим быстро всех, а приняли Христа, праведными стали. Услышим свидетельства, как человек в один день бросил все, когда услышал о Христе. Ну, слава Богу за такие свидетельства. Но я знаю, что большинство не такие свидетельства. Хватит врать. Правильно или нет? Не такие свидетельства у большинства. Я сам проповедовал здесь, ну, как бы раньше, годами, и имел вещи, которые неправильные вещи, которые я не мог оставить. Но потом пришла сила, и я оставил. Я знаю, что она придет, если ты будешь искать Бога, если ты будешь приближаться к Богу, если ты будешь слушать Слово Божье. Более того, даже проповедовать Слово Божье. Не надо думать, что проповедовать нужно начать только тогда, когда ты будешь полностью чистым. Ты никогда не начнешь проповедовать. Хватит жить вот в этих иллюзиях. Надо уже, ну, быть немножко посмелее. И вот смотри, что делает Иосиф, да? Он, будучи праведен, он не хотел огласить ее, а хотел отпустить. Вот сейчас на секунду представьте, что переживал Иосиф. На секунду. Красавица-невеста, молодая девушка. И вдруг она беременная. Какой Святой Дух, ребята, да? Можно так сказать. Сколько боли он испытал. Вот сами подумайте. Вот первое его... Ведь ангел пришел к нему потом. Вот здесь вот написано. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему. Но до того, как он помыслил ее отпустить, ангел Господень ему не являлся. Его не предупреждали. Понимаете? Иногда Бог нас не предупреждает о чем-то. Нам нужно самим иметь эту праведность в доброте к людям. Понимаете? У него помимо вот этой вот боли, которую нанесла ему эта девчонка, которая сблудила. Понимаете, как он думал? Он так думал, что она с кем-то переспала. И сейчас ему вот это вот лечит. У него есть какой-то молодой любовник. Он старый, наверное, да? Она его не устроила. И вот как же... Но он был праведен. Он был добр. Он не хотел доставать... У него сколько было поводов взять и сказать, во-первых, закон, прикрыться законом, камнями, все, ничего не хочу слышать. Во-вторых, собственная боль. Собственная боль. Желание отомстить. Обида. И вот это все он глотает и хочет отпустить ее. В тишине. Понимаете, вот она праведность. Вот она праведность. Вот что Библия называет праведностью. Мы иногда праведностью называем вот эти вот законнические вещи. Вот это вот... Надо так, надо так, надо так, надо... А Библия нам праведностью другие вещи называет. Когда мы знаем, но мы готовы покрыть, мы готовы проглотить собственную боль. и искать какое-то другое решение. И вы знаете, когда мы так поступаем, Бог выходит навстречу. Ты не останешься вот с этой болью только, понимаешь? Ты не останешься, ты будешь видеть, если ты будешь поступать так к людям, если ты будешь находить другой мотив в какой-то сердце, ты будешь другом грешников, если ты будешь вот этой церковью, этим вот праведностью Христа, если ты проглотишь вот это вот, то, что говорит закон, вот эта вот справедливость, как нужно, как должно, встанешь немножко выше, немножко расширишь и скажешь, ну, наверное, этот человек послабее, наверное, ему труднее, я не знаю, почему, я не знаю, почему он так делает. Мне приходилось сталкиваться с этим в центре, когда я должен был просто вот выгнать человека из центра и все. и уже был готов, и мне хватало и сил на это, понимаете, и смелости, и вот, ну, всего. Но я думал, ну, а куда он пойдет-то? Придет к своим родителям вот такой вот разрушенный, и что я добился-то? Я его, а я его сейчас спасти могу. Я не знаю, мне больно, понимаете? Мне больно, когда он, ну, на моих глазах это все опять сделал, все вот это вот ерунду какую-то мне несет. Осознанно сделал, неосознанно, не знаю. Но я понимаю, что я не хочу, я не могу это побить камнями. Не хочу я. Понимаете, вот так же Иисус. Понимаете, вот мы иногда знаем, ну, поэтому вот здесь вот будет явлено мышление благодать. Понимаете? Церковью. Когда мы поймем, когда мы осознаем, кто такой Христос, что Он пришел сделать, что закон дан через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. Аминь. Я очень рад, что вы сегодня здесь, и что сегодня именно это слово. Потому что я верю, если мы сможем задуматься об этом, если мы начнем внутри себя менять вот эти настройки, если мы начнем быть, вот, подходить с рассудительностью к людям, да, к их ситуациям, ну, как бы, понимаете, с принятием, с пониманием, то Бог просто вот, ну, взорвет, взорвет эту церковь, взорвет общество, которое вокруг, потому что это Христос. Я, ну, как бы, я другого не вижу, потому что вот именно на фоне закона приходит Христос. Потому что все знают, как должно. Но многие не могут. И поэтому и пришел Иисус. Коринфянам, 2 Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Я прочитаю его вам в современном переводе, потому что в каноническом немножечко неясно. Немножко вещи называются так, сглажено. Да, вот, Макс, ты дал этот стих? Да. В современном переводе. Прочитайте его, кто-нибудь. Я в горбовании в современном переводе. Как? Что-что? Я в горбовании в современном переводе. А, ты дал современном? Ну, прочитай, что там. Кто-то сподевает, разве я не ослабею? Кто-то сподыхает свои падают, разве я весь не горю? Вот, представляете? Ну, что? Ладно, я открою сейчас. Потому что они вообще настолько разные, но очень похожи. Давайте кто-то прочитает канонический перевод этого стиха. Ну, как бы, синодальный. Наташа, есть? Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Да, вот о чем это, да? Кто соблазняется, да? И мы вот это вот слово соблазняется, как понимаем, что такое соблазняться? Наверное, иногда ближе к сомневаемся, да? Или нет? Ну, у меня вот какие-то свои стереотипы по этому поводу. Ну, я знаю, как бы, что имеет апостол Павел в виду здесь. И он говорит. Второе коринфянам. Какой я сказал стих? Кто слаб, с кем бы я не был слаб? Кто согрешил, за кого бы я не мучился этим же грехом? Вот что пытается нам сказать апостол Павел. Кто согрешил, с кем бы я не мучился этим же грехом? Вот, вот что Павел говорит нам о праведности. Вот что Павел говорит нам об отношении, тому, как мы должны реагировать. Когда кто-то согрешает, и он говорит, я мучился с ним. Согрешал он, а мучился я вместе с ним. И я говорю, что иногда это возможно даже, когда ты, ну, как бы это видишь, и ты делаешь это, вот он еще не мучается, а ты уже мучаешься. А мы хотим иногда все решить законом, сказать, как правильно, и направить, да, человека, да, и свои руки умыть. Матфея, пятая глава, сорок восьмой стих. Немножко просто прочитаем эти места, которые я сейчас сказал. Да, вот. Представляете, тут вообще, если вы на горную проповедь почитаете, вы увидите, насколько там все он предлагает делать по-другому. Ударили тебя по щеке? Подставь другую. Кто захочет судиться с тобой? Отдай рубашку. Вот оно, мышление благодати. Это не игра, это вот, ну, это остановка зла через делание добра. Кто принудил тебя идти одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя, да, и от хотящего занятия у тебя не отвращайся. Как непросто это иногда практиковать. Потому что, ну, вот куча причин, чтобы не дать. Что знает, что, скорее всего, не отдаст именно вот этот вот. И, да, но Библия говорит, дай, если у тебя есть. А есть такая мирская мудрость. Я помню, меня жена научила, и ее папа, да, плачет, просит, плачь не давай, знаете. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Такая хорошая мирская мудрость. Но Иисус говорит, просящему у тебя дай. А я говорю вам, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас, и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылать дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? А если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Именно будьте совершенны. Именно вот, чтобы вы были этим. Не чтобы вы только играли в это. Не чтобы вы к этому подходили, как к исполнению закона. Но нам нужно вот так насмотреться на Христа, так его рассмотреть, и так увидеть вот эту разницу между законом и Христом. Потому что вот он и явлен именно только тогда, когда есть уже закон. Понимаете? Только тогда, когда есть уже эта человеческая праведность того, как нужно жить. и является Христос. Для того, чтобы помочь немощным, помочь людям, принять их, ободрить их. Иисус пришел в дом к Закхею, никогда Закхей покаялся. Понимаете? Но пришел, и после этого Закхей покаялся. Я считаю, что... У меня такое откровение было, что Иисус говорит, где у меня вот это, если праведность ваша? Матфея 5,20, тоже мы здесь. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Не войдете в Царство Небесное, если праведность ваша не превзойдет. Должно быть что-то большее, должно быть что-то другое. И для меня вот это вот и есть превосходство. Ну, как бы, вот, где она превзойдет, в каком моменте. Вот именно в этом моменте. И вы вспомните, да, что вот дополнительное масло у пяти дев, что это? Вот, возможно, это тоже это, понимаете? Вот это вот, одни сделали просто то, что нужно, то, что должно, то, что достаточно, а другие взяли с собой еще чуть-чуть. Ихняя праведность превзошла праведность фарисеев. У них был дух любви, точно так же, как у Христа, да? И сегодня не буду долго проповедовать, я только что это понял. Вот, наверное, если меня опять не унесет. Вот, в принципе, основную мысль я сказал, но хочу сказать еще одно в дополнение к видению. Что произойдет, если мы сможем думать, как Иисус? Произойдет очень крутая вещь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 9 глава. С первого стиха. И проходя, увидели человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что сделался слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Аминь. И вот оно, вот оно тоже, вот оно, что-то другое, что-то неземное. Знаете, когда вот здесь как раз вот такой философский вопрос. Что происходит? Что происходит? Почему так? Почему так с этим человеком, да? Почему так в стране у нас происходит? В чем проблема? Народ у нас такой, или Путин неправильный, или чиновники виноваты, или время такое, или коронавирус, или еще что-то. Да? Вот они, как бы, такие философские вопросы. Уже, знаешь, и вопрос, и ответ сразу. Они даже, ну, они сказали, а почему он родился? Нет. Они сказали, а кто согрешил? Он или родители? Они уже уверены, что кто-то согрешил, что в чем-то есть проблема, что в чем-то есть подвох. И, возможно, можно вот там вот рлиться и копаться, и ты найдешь, что и он согрешил, и он согрешил, потому что его еще Бог избрал, ну, как бы, вот, как Исаф, да? Вот. Иаково до рождения сказал, да, Бог, про двух братьев. Одного возлюбил, другого возненавидел, да? И мы таки можем строить теории, да, что вот грешником он рожден сразу. Или родители согрешили, да? И вот она такая вот мышление такое, да, что вот смотришь на кого-то и не идет у него, да? Вот никакой он. И вопрос, кто согрешил? И хотелось бы такой же ответ, да, простой. Потому что вот так или так? Вот оно, два. Или он, или родители. Или они виноваты, или мы, или еще что. А какой ответ, скажите мне? Но это с ним для того, чтобы явлены на нем были дела Божьи. А вы пробовали так мыслить? Вы умеете так мыслить? Вот я считаю, что видение на 21-й год для того, чтобы мы научились так мыслить. Для того, чтобы мы научились мыслить именно так, как мыслил Иисус. Что когда перед ним была нужда, он был ответом на эту нужду. Потому что он так мыслил. Понимаете? Он передает им, он говорит, не потому что, не потому что. Но это для того, чтобы на нем были явлены дела Божьи. Потому что он знает, кто он. Он знает, что у него есть власть. Исцелять, спасать и прощать. Мы как церковь знаем это? Ты как христианин знаешь это или нет? Ты практикуешь это или нет? Или ты останавливаешься только вот на этой философии? В чем же тут проблема? И мы вот сядем на кухню и разговариваем о политике, о проблемах в церквях, о грехах других людей, о каких-то там проблемах и так далее. И вот у нас все это уходит вот в эту только сферу философии. А какой смысл в этом? Поэтому Иисус здесь и направляет, что ребята, не так ставится вопрос. Вернее, может быть вопрос ставится и так. Но вы должны не просто быть вопросом только. Вы должны стать ответом. Ну вот я это здесь увижу, мне Бог здесь проговорил, что вот Иисус стал ответом. Понимаете? Он стал ответом. Он так мыслил, что Он ответ. И теперь, когда ты увидишь, да, человека грешащего в церкви, да, ну я имею ввиду не прям, но ты знаешь, да, ты знаешь ответ, нет? Или нет? Для того, чтобы ты молился за Него. Для того, чтобы ты встал за Него в пролом. Для того, чтобы ты как-то повлиял на Его жизнь. Для того, чтобы этому человеку стало легче, чтобы этот человек смог победить. Как Павел говорит, согрешал ли кто, я мучился с Ним. Знаете, почему Иисус смог дать этому слепому то, что Ему нужно было, исцелить? Не потому, что Иисус был Бог, а потому, что Иисус принял решение, что Он умрет за грехи людей. Он Его принял уже. Он знал, что Ему придется претерпеть. Он уже носил это внутри себя. И Он внутри себя уже на Него пошел. И Ему уже вот, ну мы уже как-то об этом говорили, что Ему уже наперед была дана власть уже делать это. Потому, что Он не врубил заднюю. Он знал, что Он пойдет до конца. Понимаете, поэтому вот мы должны научиться жить вот из этого мышления Христа. Что Бог нас сделал праведными, оправдал и дал нам власть. Хотя мы ее еще и не заслужили, не доказали, не явили. Но мы уже, зная то, что нам дано, зная, кто мы в нем, зная, кто Он и какая у Него власть, мы начинаем быть ответом на те проблемы, которые вокруг нас. Не ждать, что кто-то другой придет и будет ответом. А именно ты ответ, потому что вот Иисус, Он не сказал, что сейчас кто-то, Он решил. Он, как бы Он показал, что Он это понимает, когда Его спрашивают, а кто согрешил. И вот стоит слепой, стоят ученики, висит этот в воздухе вопрос. И Иисус делает этот шаг и говорит, что это для того, чтобы явлены были дела Божьи. Дела еще не были явлены, но Иисус говорит, это для этого. Ты можешь так мыслить? Я учусь, я хочу так мыслить. Я верю, что если тренироваться, и если наблюдать за Христом, если размышлять о Христе, если вот всматриваться в Него, понимаете, как в зеркало написано, то мы преображаемся в тот же образ, как и Он. Понимаете, и мы можем действовать из этого, и слова наши будут приняты, и переживание за человека, и исправление этого человека, оно будет принято этим человеком. Не как суд, но как что-то, что пришло от Бога и помогло ему измениться. Мне вот недавно один человек засвидетельствовал, он, ты мне однажды сказал, и до меня дошло, что мы должны вести христианский образ жизни. А я долгое время этому человеку не находил, вот он ругается матом иногда при мне, и я не находил смысла сказать, не ругайся при мне. Ну, однажды я попросил его, ты можешь поменьше. Но это мне стоило, я не хотел его как-то вот, понимаете, мы иногда так легко делаем какие-то замечания людям, или там по поводу сигарет, или еще чего-то, и думаем, что это правильно. Ну, я считаю, что мы должны сначала, как Иисус, пережить этот крест за этих людей. Иисус пережил этот крест внутри себя, и поэтому мог делать. Понимаете, и мы, ну, как бы, и в принципе мы должны задавать эти вопросы. Знаете, еще один вопрос задавал один человек, это судья, шестая глава, Гидеон. И ему было сказано практически то же самое. Елки-палки, где же вы, судьи? Если кто-то помнит призвание Гидеона. И судья, шестая глава с 12 стиха. И явился ему ангел Господень, и сказал ему, Господь с тобой муж сильный. Да, вот оно, вот как Бог действует. Он колотит эту пшеницу, он прячется от маденитян, скрывается, занимается, вот, ну, как бы, своими, решает свои проблемы какие-то, да. Никуда не собирается, ни за кого воевать не собирается. И тут ангел приходит, говорит, стань муж сильный, да. Бог говорит с человеком из его будущего. Бог уже говорит из того, кем человек стал. И Бог с нами так же говорит, когда Павел пишет коринфянам, святые. А потом говорит, у вас такой грех там. У вас один живет с мачехой своей. Но вы, вы просто вот сделайте что-то. А вы там, у вас все хорошо. Гидеон сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки маденитян. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки маденитян. Я посылаю тебя. И вот тут вот вопрос такой, да, иди с этой силой твоей. Этот вопрос всегда мучает, ну даже не мучает, как бы любят его позадавать проповедники, да. Что же вот здесь сказано? Вот с этой силой твоей иди. Ну а один из вариантов, который вот, ну мне сразу уложился, вот этот вот вопрос Гидеона. Гидеон сказал ему, господин, если, тут ему говорит, Господь с тобой муж сильный, он говорит, если Господь с нами, отчего нас все это постигло? Понимаете, мы, ну мы вот смотрим с трезвыми глазами на то, что происходит вокруг. Мы иногда должны задать этот вопрос на самом деле. Мы как церковь собираемся и такие, у нас все хорошо, аллилуйя, мы слава Богу там. Но вокруг вообще проблемы огромные, нужно на это посмотреть, кто-то, кто-то начнет задавать этот вопрос Богу или нет. Почему все так? Почему люди не хотят служить Богу и не служат Богу? Почему экономика, она так сейчас, ну как бы вот в таком упадке, что вообще даже, ну трудно служить Богу. Человек должен ехать на работу, зарабатывать по воскресеньям, по субботам там и так далее. И, ну и реально, он если начнет служить Богу больше, то его семья будет есть меньше. Понимаете? И вот это реальность. Некоторые скажут, ну, просто религиозную фразу, ну Господь должен все усмотреть. А мы должны действительно сказать, а почему так? Почему так все с христианством? Почему так? Где христианство, то, про которое мы читаем в деяниях апостолов? Где вот эта сила? Где вот эта братская любовь настоящая? Где вот это то, что и не было у них нужды? И где вот это, что было у них все общее, и никто не называл ничего своим? Где оно сейчас? Оно возможно или нет? Ну, если Бог говорит, значит, оно возможно. Но где сейчас это явлено в церкви? Покажите мне, в какой церкви это явлено. Кто-то готов эти вопросы задавать Богу? Вот кто будет готов задавать эти вопросы? Ты знаешь, что Бог тебе сразу отвечает. Вот ты, вот с этой силой твоей, иди и делай. И я посылаю тебя. Я буду с тобой. Понимаете? Как Иисус с этим слепым. Поэтому вот думайте над этим. Думайте над этим, что, ну, знаете, я еще вот вспоминал эту притчу о козлах и овцах. Знаете, одни по правую руку, другие по левую. Вы знаете, там вот этих козлами назвали не потому, что они делали какие-то страшные грехи. Грешили, ошибались, курили, пили, матом ругались. Знаете, за что? Они ничего не делали. Они не обращали внимания на ту нужду, которая была вокруг них. Помните, что им сказали или нет? Вы не накормили, вы не сходили в тюрьму. Меня, говорит Иисус. Да как же это тебя? Он говорит, ну, когда вы видели нужду, когда вы видели нищего, видели то-то, видели то-то, видели то-то и не сделали. Понимаете или нет? И даже если ее очень много вокруг нас, мы все равно должны вот сказать Богу, ну, Бог тогда как? Как? Как ученики, как мы их накормим? Как мы их накормим? Вот то, что Саша говорил, два футбольных поля. Им на 200 динариев не хватит. 200 динариев была приличная сумма, 200 тысяч рублей, например. Да, по-моему, да, динарии, тысяча рублей, зарплата за день. На 200 тысяч рублей не накормим. А Иисус говорит, вы дайте им есть. Я все время спрашивал Богу, Бог, открой мне, что здесь? Вы дайте им есть. Потому что вы, ты и я, ответ Божий на то, что происходит сейчас вокруг нас. Скажите аминь. И это не просто какое-то вот такое духоманство, сейчас побежали, но мы учимся, мы начинаем с мало по малу. Нам не нужно больших. Поэтому Иисус и говорит вот этим, да, которые овцы и козлы, да, что вы вот, вот сидел он там, вы ему не дали. Вот этому нужно было, вы его не утешили и так далее. А праведникам скажет, а вы были добры к этим людям, вы праведники, вы войдите в радость. А вы те, которые будете сожалеть теперь всю вечность о том, что вы не сделали, когда у вас была возможность. Вы знаете, нет ничего хуже. Вы думаете иногда, ад это будет вот огонь, тебя там черти жарит. Да нет, достаточно одного чувства сожаления, что ты мог сделать, но не сделал и прожил просто вот зря жизнь. И когда нужно было, ну как бы вот, и можно было, понимаете, мы когда туда придем, нам все ясно станет. Я вот это вот понял. Знаете, мы здесь живем, и каждый может отмахиваться и говорить, да это ты так думаешь. А, да это вот у всех так. Но туда придешь, тебе все будет ясно. Просто ясно и открыто, и ничего не сможешь сказать ни в какое оправдание, если ты вот, ну, делал мимо, жил мимо. Понимаете? Однажды опрос один провели, о чем жалеют люди перед смертью. А жалеют они говорят о том, что где-то он был слишком труслив и не делал, где-то он вот то-то не сделал, то-то не сделал. Не даже не помог, а вот именно вот не жил так, как вот подсказывала ему внутренность. Не пробовал, не шел, не ошибался, не, понимаете? Поэтому христианство, оно больше в этом. Бог хочет, чтобы мы реализовались. Бог хочет, чтобы мы вот, ну, вскрылись, чтобы мы были настоящими и жили вот этим настоящим. Просто жили, вот как мы с Алексеем говорили. Знаете, мы когда живем, мы просто живем. Мы с утра встали, кофе попили, потому что мы не пьем кофе, потому что нужно пить кофе с утра. Мы пьем кофе, потому что хочется пить кофе, и я хочу пить кофе. А если я не хочу пить кофе, я не пью кофе. Понимаете, вот так же, так же естественным должно стать для нас христианство. Чтобы вот эти вот желания внутри, от Бога, в сторону людей, через Христа, через то, кем Он был, что Он нам явил про Себя. Да, вот как Бог явился. Вот представьте, просто вот Бог явился и стал обычным человеком. Родился в обычной семье, дружил с грешниками и с мытарями, собрал вокруг себя 12 человек, и еще там, да, какое-то количество учил их, да. Он не стал полководством, не стал там политиком, не стал царем, не стал, чтобы больше влиять, но стал чем-то настоящим и простым, и жил вот этой вот жизнью. И вокруг Него нужда была покрыта через то, кем Он был. Аминь. Поэтому вот, если мы вот настроим так свое мышление, и по отдельности каждый, и как церковь вместе, и попробуем по максимуму явить вот это мышление благодати, явить в том, что мы не будем вот, ну, как бы заботиться только бы даже о том, чтобы у всех вот все поровну было. Потому что справились, как говорят, у всех все поровну. А Бог говорит, нет, у одного пять, у другого десять, у третьего один. И это нормально, я вас так создал, вам так лучше, я знаю. А мы хотим все уравнять и так далее. Вот поэтому иногда трудно, иногда трудно. Поэтому вот нам нужно научиться не смотреть на других, смотреть на Бога, смотреть на Христа, что Он нам пытается сказать через явление всего себя в совокупности. Аминь.